Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Музей-усадьба Николая Гавриловича Чернышевского. Мы поздравляем всех с Днём Космонавтики. В этом 2021 году День Космонавтики совершенно уникален. Шестилетие со дня полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Наш литературно-мемориальный Музей-усадьба Николая Гавриловича Чернышевского напрямую связан с Юрием Алексеевичем Гагарином. Я представляю вам сегодня нашу экспозицию, музей которой посетил Гагарин. Да, наш тогда Дом-музей Николая Гавриловича Чернышевского действительно удостоился чести принимать Юрия Гагарина не один раз, а даже трижды, когда он еще был учащимся Саратовского индустриального техникума с оброждения своего учителя русскоязыка и литературы Натальи Викторовны Русановой вместе со своей группой и когда он уже стал космонавтом. Почетным гражданином города Саратова 5 января 1965 года. Прошлый, 2020 год, был юбилейным для нашего музея – 100-летие. Множество прекрасных, удивительных и интересных страниц для этой истории нашего музея. Одна из этих страниц посвящена Юрию Гагарину и его посещению нашего музея. Да, Юрий Гагарин связан с нашим Саратом множеством прочных нитей. Если мы внимательно посмотрим на нашу экспозицию, то мы увидим, что он не только учился в Саратовском индустриальном техникуме, начиная с июня 1951 года, не только поступил здесь Саратовский аэроклуб, и как он позже вспоминал в своей прекрасной книге «Воспоминаниях дорога в небо», Саратов стал моей второй родиной. Здесь я нашел свою дорогу в небо. Да, действительно, именно здесь начался путь Юрия Гагарина в небо. Он стал летчиком. Пускай сначала лишь на Яке-18, учебном самолете, как мы видим, на фотографиях представленных нашей экспозиции, работы Максимова, и позже, уже будучи профессиональным летчиком, он снова вернется к нам. Поступает в Оренбургское авиационное училище имени Валерия Чкава. Еще два с половиной года он учится, и вот, наконец, он летчик-истребитель. Лейтенант, а затем старший лейтенант ВВС СССР. Самые новейшие истребители, МиГ-15, МиГ-17. Гагарин, обучаясь в Оренбурге, не только исполнил окончательным образом мечту стать летчиком, зародившуюся в нем еще во времена детства, когда он наблюдал за боями советских летчиков с немецкими асами в годы Великой Отечественной войны, развернувшейся в небе его родной Смоленщины. Он нашел любовь сей своей жизни, свою невесту, а затем и супругу Валентину Ивановну Горячеву, ставшую замужественным Гагарином, подарившей ему не только свою преданную любовь, но и двух горячо обожаемых дочерей Галину и Елен. Надо отметить, что Юрий Алексеевич к этому моменту превратился в настоящего аса. Он не искал легких путей. Он попросился в Заполярье, где в сложных климатическо-метеологических условиях отрабатывалась новейшая боевая техника. И так, возможно, он продолжал бы служить долгие годы и десятилетия, будучи летчиком и истребителем, но тут произошло непредвиденное. Не только для него, для всех советских людей. Нет, шире и больше для всей мировой общественности. Для всех людей, живших в тот момент на нашей планете. 4 октября 1957 года случилось совершенно непредвиденное и великолепное событие. Ракета Р-7, конструкция Сергея Павловича Королева, вывела первый искусственный спутник Земли. Началась космическая эра. И вот она продолжается и по сей день. Да, Гагарин понял. Все изменилось раз и навсегда. Он должен быть там, в самом передовом, в первом отряде космонавтов. И он поступает туда. Вот почему он спустя 3 года и оказался снова на Саратовской земле, на Энгельской авиационной базе. Как вы видите на фотографиях, представленных в нашей экспозиции, он успешно изучает парашютные тренажеры системы Борщевского. Он вместе с другими космонавтами внимательно слушает своих инструкторов. Он готов полететь в космос. Но никто еще не знает, кто же станет первым космонавтом. Среди его друзей-соперников Герман Титов и Алексей Леонов, Георгий Гречко и Павел Андрианов и многие-многие другие, ставшие за тем не только космонавтами и героями Советского Союза, но и истинными открывателями космоса. Но время никого не ждет. Не ждало оно, разумеется, и Гагарина, и всех участников первого отряда космонавтов. И вот наступило 12 апреля 1961 года. Накануне, 11 апреля, Государственная комиссия приняла решение и выбрала из трех кандидатов старшего лейтенанта Гагарина. Итак, старт. Вместо того, чтобы в конце диалога с генеральным конструктором Королевым по уставному ответить, к старту готов, 9 часов 7 минут по московскому времени, когда стартовал космический корабль «Восток-1» на ракетоносителе Р-7, Гагарин сказал Королеву «Поехали!» И вот так эта фраза стала отныне легендарной. Ее сейчас повторяет каждый экипаж, отправляющийся на Международную космическую станцию. И вот полет, фотографии. Наша планета, впервые увиденная со стороны. Всего один виток, 1 час 48 минут. Или 108 минут. Но они стали действительно историческими. Гагарин завершает полетное задание. Остается только спуститься. Но это самое сложное. Ведь недаром же 2 из 12 запуска «Востока-1» завершились неудачей именно по причине отказа системы торможения. И здесь снова произошло почти то же самое. Снова система ведет себя нештатно. Но если в тот раз была автоматическая система управления, то здесь на борту Гагарин. И он вручную исправляет всего за 2 минуты эту неполадку. Но этих 2 минут оказалось достаточно. Ведь скорость спуска была огромная. И траектория спускаемого аппарата «Востока» изменила свое движение. Благодаря вот этой внештатной ситуации системой торможения корабля «Восток-1» траектория спуска изменилась. И на 1100 км западнее приземлилась спускаемая капсула и отделившееся, то есть катапультировавшееся кресло с космонавтом в скафандре под парашют. О чем думал Гагарин в эти последние минуты? Вспоминал ли он, представленные в нашей экспозиции, фотографии, как он стоит около учебного самолета Як-18? Или, может быть, он думал о том, как он прыгал с парашютом и приземлялся на бетонную полосу Эмбийской авиационной базы? А может быть, вспоминал все тот же тренажер Борщевского? Мы не знаем. Мы можем только предполагать. Но когда он увидел, и тут уже нам приходят на помощь его воспоминания, я увидел знакомые места, где тонировался меньше года тому назад с парашютом и синюю ленту Волги. И так Гагарин снова, на этот раз совершенно неожиданно для себя, оказался в знакомых родных местах. И вот он приземлился. Недалеко от села Смеловка, Энгельского района Саратовской области, он коснулся родной земли. Он еще не знал, что пока он был в космосе, было торжественное объявление по центральному радиотелевидению, легендарное еще с времен Великой Отечественной войны диктор Юрий Борисович Левитан прочитал не только всем гражданам Советского Союза, но и всем гражданам нашей планеты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первой в мире космической корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно. И после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. Но вот торжество позади. Снова начинается будничная работа. Гагарин отнюдь не собирается останавливаться на достигнутом. Он учится упорно. Он желает полететь снова в космос. А когда выдаются минуты отдыха, он спешит к любимым дочерям и супруге. «Наш сосед – космонавт Гагарин. Да не может того быть! Да, правда! Вот не веришь, идет его жена!» Вспоминала Валентина Ивановна уже после смерти обожаемого мужа. Да, нам сейчас в это сложно поверить, но действительно это было так. Читака Гагарина жила в небольшой двухкомнатной квартире в подмосковном городе и ни в коем случае не старалась выделиться. Ведь главное – это не квартира. Главное, как говорил Юрий Алексеевич своей супруге, это взаимопонимание и счастье внутри нашей семьи. Но нужно лететь, нужно отправляться за границу, ведь есть новое партийное ответственное поручение. Представить Советский Союз, его передовой общественный строй, как говорили тогда, во всех странах или хотя бы в ведущих странах нашей планеты. И Гагарин начинает свой беспрецедентный полет, занявший более трех лет. Он появлялся везде – от Канады и Мексики до Африки и Австралии. Он заглядывал в Китай и Индию, он был в странах Европы и во всех крупнейших городах Советского Союза. Награды, ордена, знаки, восторженные признания в любви. И везде, повсюду, неотразимая, скромная, такая чудесная улыбка Юлии Гагарина. Он собирался вернуться домой и действительно сдержал обещание. «Я приеду на 20-летие своего любимого индустриального техникума. Ведь я индустрия. Как же я могу пропустить юбилей?» Нашему техникуму 20 писал он директору в декабре 1964 года. «Я приеду как частное лицо. Не нужно меня встречать торжественно. Зачем лишние церемонии?» Но не получилось. Его решили встретить как почетного выпускника, как человека, прославившего Саратов далеко за пределами нашего города. И Гагарин сдался. Итак, с 4 по 7 января 1965 года он в четвертый, как оказалось, последний раз приехал в наш город. Его программа, занявшая 4 дня и 4 ночи, была весьма насыщенной. Он должен был не только присутствовать на юбилее Саратовского индустриального техникума, не только открыть первую экспозицию Народного музея, посвященную ему. Он должен был присутствовать и на открытии экспозиции в Саратовском властном музее краеведения, где и поныне в отдельной, посвященной ему экспозиции, центральным экспонатом является подаренный Саратовским аэкционным клубом тот самый учебный самолет Як-18, на котором он начал свои полеты и стал пилотом-любителем. Он должен был вернуться на место приземления и увидеть, что же за скульптурное изображение, что за памятник сотворил скульптор Матвеев. Он должен был показаться практически всем саратовцам хотя бы основным производственным, рабочим и творческим коллективом, как писала тогда пресса Саратова и области. Но Гагарин никогда не боялся трудностей, и он успел везти. 5 января 1965 года, утром, когда уже первый пункт программы на второй день его визита был выполнен, он попросил, чтобы его завезли в дом-музей Николая Гавриловича Чернышевского, где он желает послушать экскурсию. И вот он в нашем музее. Мы видим на фотографиях работы фотокорреспондента газеты «Коммунист» Дмитрия Вдовиченко, который сопровождал Гагарина, его супругу. Ответственные лица, вошедшие в делегацию, никто не ускользнул от его зоркого объектива. Мы видим мастера спорта Тупицыну и наблюдаем перед собой партийных работников. Мы видим здесь Нину Михайловну Чернышевскую, второго директора нашего музея и родную внучку Николая Чернышевского, и правнучку Николая Гавриловича, Веру Самсоновну Чернышевскую, главного хранителя отдела фонда. Мы наблюдаем Беллу Израилевну Лазерсо, заместителя директора по науке, кандидата филологических наук и одного из двух авторов экспозиции от 1953 года, представленную вниманием Юрия Гагарина. Директор Нина Михайловна сказал прямо, что она, как один из двух авторов экспозиции, открывшейся к 125-летию со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского, 24 июля 1953 года, должна провести экскурсию для почетных гостей. И Белла Израилевна согласилась. Да, ей не привыкать проводить экскурсии для именитых гостей. Ведь она работает в музее уже достаточно давно, но этот гость особый. Недаром Нина Михайловна Чернышевская в своих записных книжках отметила, что среди почетных гостей был у нас Юрий Алексеевич Гагарин с женой Валентины Ивановны. Прослушал заинтересованную экскурсию, получил от меня памятные подарки, расписался в нашей книге отзывов, а затем все это показали по экрану телевизора. Дословно Нины Михайловны на экране телевизора. Разумеется, если велась телевизионная съемка, то в нашей экспозиции она не представлена. Но благодаря Дмитрию Довиченко мы видим, что действительно экскурсия оказалась в высшей степени успешной. Юрий Алексеевич заинтересованно, живо, крайне быстро первым шел за Беллой Израилевной. Он поспевал повсюду за экскурсоводом. Вот он проходит в комнату, где рассказывается о детских и юношких годах Николая Чернышевского. Здесь же рассказ о его студенчестве и о том, как он стал старшим учителем словесности. То есть русского языка и литературы Саратовской мужской гимназии. А вот уже в следующей комнате здесь мы видим, как он внимательно слушает Беллу Израилевну. И она рассказывает об основном периоде жизни и творчества нашего героя. О том, как он поступил в редакцию журнала «Современник». О его встрече с Николаем Алексеевичем Некрасовым, Николаем Александровичем Добролюбовым, Иван Ивановичем Панаевым, Львом Николаевичем Толстым, Иваном Сергеевичем Тургеневым и многими другими литераторами, ведущими литераторами того времени, собравшиеся в редакции «Современника». Экспозиция 1953 года, как мы видим на представленных фотографиях, отличалась тем, что там было большое количество художественных работ советских художников, посвященных основным эпизодам из биографии Чернышельского. Вот перед нами мелькнула работа Юрия Михайловича Казмичева. Мы видим здесь работу, посвященную его встрече с Николаем Алексеевичем Некрасовым в день объявления манифеста об освобождении от крепостной зависимости «Крестьянство» 19 февраля 5 марта 1861 года. А вот перед нами работа художника Бочкарева «Восстание крестьян в селе Бездна Казанской губернии». Что же эти картины должны были показать Юрию Гагарину и тем лицам, что его сопровождали? А то, что наша экспозиция идет в ногу со временем. И действительно, в нашей экспозиции были не только художественные произведения и подлинные вещи, оставшиеся от Чернышельского родных, но и восстановленный интерьер бывшей синей гостиной. Именно в этой комнате и велся разговор о его литературных свершениях. О бывшей приемной зале его отца, священника Нелкотворена Спаской или Сергийской церкви, Гавриила Ивановича Чернышевского, рассказ переходил к его аресту 7-19 июля 1862 года и заключению в секретный дом для государственных преступников Алексея Скорбелина в Петропавловской крепости. О том, как он выдержал этот процесс, как написал роман «Что делать?» из рассказов о новых людях и посвятил его любимой супруге и единомышленнице Ольке Сократовой. Как он ушел на каторгу и Нерчинские рудники, Кадая и Александровский завод встретили его. Как после этого – Вилюйский острог и отправка в Астрахань. И, наконец, лишь в июне 1889 года, за четыре месяца до смерти, возвращение в Саратов. Везде, как мы видим по фотографиям, Гагарин слушает очень внимательно. И вот экскурсия завершена. На одной из фотографий мы видим Юрия Алексеевича между двумя Чернышевскими – Ниной Михайловной и Верой Самсоновой. И это действительно неспроста, ведь он задает вопросы, его заинтересовали. Некоторые уникальные экспонаты, представленные в экспозиции, поднежавшие Чернышевскому, он интересуется их историей и Вера Самсоновна на права главного хранителя. Отдела фондов дает необходимые пояснения. А Нина Михайловна тоже не дремлет. Она вручила памятные подарки по завершению экскурсии, попросил Юрия Алексеевича расписаться в книге отзывов. И вот наступил момент расставания. Но прежде чем уйти, Нина Михайловна вручает Юрию Алексеевичу собственную книгу, повесть о Чернышевском с дарственной надписью «В память об этом событии». И вот уже Чита Гагарина спускается по ступеням парадного крыльца мемориального дома, или, как тогда он назывался, дома-музея Николая Гавриловича Чернышевского. Экскурсия окончена, визит завершен. Всего 50 минут, но эти 50 минут вошли в историю нашего музея золотыми буквами. Так Юрий Алексеевич Гагарин почтил память другого великого земляка и своего предшественника Николая Гавриловича Чернышевского в его доме, в его музее. Но мы с вами, завершая сегодняшнюю встречу, должны понимать, что Юрий Гагарин собирался вернуться в Саратов. Вполне возможно, что была бы и четвертая, и пятая, и, может быть, шестая, или даже седьмая встреча в нашем музее, на новых последующих экспозициях, открывшихся в нашем доме-музее. Но, к сожалению, судьба не дала Гагарину возможности в пятый раз вернуться в Саратов. 27 марта 1968 года, в возрасте всего 34 лет и трех недель, испытывая новейший истребитель МиГ-21Б вместе со своим другом, летчиком-испытателем Владимиром Серегиным, он погиб. Так он ушел от нас. Как жил, так и улетел, говорили современники. Жизнь его символически окончилась в полете. Он действительно дорогу в небо продолжил и после смерти. Но мы с вами должны помнить его таким, каким он представлен в нашей экспозиции. Всегда улыбающимся, всегда светлым, идущим вперед. И мы сегодня, завершая сегодняшнюю встречу, нашу экскурсию, мой рассказ должны сказать прямо себе и всем, кто придет в наш музей. Мы помним Юрия Гагарина и следуем по его пути. С праздником вас, дорогие друзья, всего самого доброго и до встречи в музее-весадьбе Николая Кавриловича Чернышевского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова